Так что попытка очернить этих ребят, она с твоих уст выглядела очень смешно. С уст предателя, который сам не так давно перешел на сторону врага и стал его верным псом. Есть ли в исламе коллективная ответственность? Например, в армии РФ большинство это русские. Значит ли это, что народ должен отвечать за преступления российской армии? Иудов тоже теперь часто выступает перед отправляющимися в Украину добровольцами. Причем такой сборной солянки со всей России и даже за пределами России их собирают сейчас в Чечне и оттуда почему-то их туда отправляют. Какую-то подготовительную работу с ними проведя. Ну видимо учат их там обращаться с оружием и так далее. И очередной такой отправки, выступая перед отправляющимися, вот сейчас, по-моему вчера, Иудов высказал следующее. Был свидетелем, как это крысы, отщепенцы, нацики, бандеровцы. Буквально месяц назад мы все это сами видели, наблюдали. Они выпускали ролики, что мы, мол, будем биться до конца за нами, там победа, слава, там каким-то ихним идеологам. А я вчера видел, как они, как крысы с поднятыми руками, белыми флагами в зубах, выходили из Азов-Стали. Иудов удивляется по поводу Азов-Стали. Говорит, что вот, мол, они там эти нацисты, эти, значит, негодяи. Они говорили, что никогда не сдадутся, будут до последнего стоять. А тут они, значит, сдались, вышли с белыми флагами в зубах. Ну, я, наверное, оставлю, да, без комментариев, вообще, саму неправдоподобность того, что он рассказывает. На самом деле, они до сих пор продолжают бороться, они находятся в Азов-Стали. А то событие, о котором он говорит, это как раз тяжело раненые. И, по всей видимости, там была какая-то договоренность, была достигнута с российской стороной. И этих, значит, раненых вывели, их передали. И там сейчас планируется какой-то обмен. Но, в любом случае, о полномасштабной сдаче обороняющихся украинских бойцов на территории Азов-Стали никакой речи идти не может. Но, удивительно не это. Удивительно то, что Иудов говорит об этом с таким презрением, с таким стёбом. Иудов, ты лучше расскажи нам про свою сдачу, поведай нам свою историю. Ведь ты человек, который нигде, ни одного выстрела в сторону России не сделал во время Второй войны. Хотя ты, конечно же, рассказываешь сказки про то, что ты там чуть ли из Грозного выходил через Дерьмовку. Но всё это ложь. Мы-то знаем, что ты ни одного выстрела не сделал в сторону России. И ты был схвачен кадыровцами, когда находился дома, по твоему собственному признанию, дома у твоих родственников. Ты скрывался у них. Ты мне сам это рассказывал в нашем с тобой публичном разговоре, который транслировался на этом канале. Ты рассказывал, как ты скрывался в доме у своих родственников. И тебя, видимо, как ты говоришь, тебя сдали там какие-то твои близкие. Приехали кадыровцы, вытащили тебя из-под кровати, забрали к кадырову на базу. И после этого ты стал таким матёрым кадыровцем. Ты добился того, чтобы быть элитой в этой кадыровской иерархии. Ты лучше бы об этом нам рассказал и объяснил бы людям, как им относиться к твоей подобной презренной риторике в отношении защитников Азов-Стали. Там тяжело раненых ребят, их для обмена, для того, чтобы оказать им медицинскую помощь, там проводят какие-то действия, их что-то не выходят. И они являются героями для их народа, для их страны, будучи в плену или не будучи, даже если их не удастся освободить, даже если они останутся в российском плену, они уже герои для их народа, для их страны. А кто ты для своего народа, Иуда? Кем являешься ты? Ты ведь это прекрасно знаешь. Ты скажешь, я являюсь героем России, и мой народ меня любит, меня избрали председателем парламента. Но ты ведь знаешь правду, что никто тебя не избирал, что проведи вы сегодня выборы в республике, открытые, честные выборы. Тебя же главой конюшни какого-нибудь стойла для коров тебя не назначат. Тебя главой сельсовета не сделают. Да тебя же просто уничтожат. Тебя и всех вас, ты же это прекрасно знаешь. Вы ведь знаете, кем вы являетесь для народа. Вы знаете, как у нас относятся к героям, кого у нас героизируют, каковы триггеры вот этого героизма. Вы это увидели, когда умер Юсуф Тимирханов, да помилует его Всевышний Аллах, твой односельчанин, твой даже однотейповец. Ты ведь это видел, и это вас очень сильно удивило. Это поставило вас в неудобное положение, ввергло вас в ступор, я бы сказал. Первые часы и первый день вы даже не знали, как реагировать, поддержать это или запретить, предотвратить. Что делать вы не знали. В конечном итоге вы решили, что надо поддержать. Но вы отчетливо для себя увидели, что значит быть героем для народа. Что значит получить признание этого народа. Массовое признание. И ты, и вы все прекрасно понимаете, что у вас совершенно иное признание. Вы для народа совершенно противоположность полной Юсуфу Тимирхану. Вы российские оккупанты, вы коллаборационисты, вы предатели. Вы нечистота. И вы после свержения этого режима, после того, как наша земля будет освобождена, вы займете достойную вашей деятельности, ваших личностей, вы займете вот эту позицию нашей истории. Вас будет презирать наш народ. И ваши потомки, ваши родственники вынуждены будут как-то открещиваться от родства с вами. Вот это то, что вас ждет. Ты это прекрасно понимаешь. Вот удивительно, когда ты рассуждаешь про защитника лозового стали, которые уже при своей жизни стали героями для своего народа. Да, они удивили весь этот мир. Сегодня, что бы вы про них ни говорили, как бы вы их ни пытались бы представить, весь мир восхищается этими людьми. Потому что смелость, отвага, готовность жертвовать собой, это вещи, которые ценятся во всем этом мире. Даже в либеральном мире, в котором вы так брезгуете, постоянно акцентируете внимание на какие-то моменты толерантности. Но даже в либеральном мире ценятся эти качества. Так что попытка очернить этих ребят, она с твоих уст выглядела очень смешно. С уст предателя. Са, который сам не так давно перешел на сторону врага и стал его верным псом. Джанго. Бойцам из Азов стали, наверное, надо было, как Иудову, на уазике покататься. Защитники Азов стали смелые и отважные воины, достойные сыны Украины. Респект им, ахматовцы, самые недостойные враги. Есть ли в исламе коллективная ответственность? Например, в армии РФ большинство это русские. Значит ли это, что народ должен отвечать за преступления российской армии? Коллективная ответственность, она не то, что в исламе, она присутствует вообще в этом мире. Она присутствует, но в определенном виде, в определенном смысле. Непосредственной коллективной ответственности, ее, конечно, нет и быть не может. Никто не понесет на себе бремя чужих грехов, чужих преступлений. Никто не понесет. Но есть некая коллективная ответственность символическая. Она присутствует. И когда, допустим, наш ближайший родственник совершает какое-то преступление, или даже не преступление, а, например, убийство по неосторожности, скажем, в ДТП, по его вине погибает человек, то понятно, что мы, даже если он совершил предумышленное убийство, мы его родственники за него непосредственно ответственность за него не несем. То есть мы за него в тюрьму не садимся, нас за него не казнят. То есть ничего того, что предписано этому человеку, этому преступнику, нас это не коснется. То есть вот этой вот непосредственной коллективной ответственности ее не существует. Но мы все, на нас ложится вот это бремя коллективной ответственности символической, когда мы идем к родственникам пострадавшей стороны, и мы чувствуем на себе какую-то долю ответственности, мы перед ними извиняемся. То есть вот эта вот ситуация, она присутствует. И она также есть во всем этом мире. И в этом смысле, да, страна, в данном случае Россия, чья армия сегодня напала на Украину, например, должна ли вся страна чувствовать на себе символическую ответственность? Да, должна. И это вообще не обсуждается. Каждый гражданин России, вот эта вот какая-то символическая ответственность на него ложится, и он чувствует вот это вот какое-то чувство вины, какую-то обязанность перед украинцами. Да, это должно быть. Но должны ли непосредственно все граждане России, или тем более русские люди отдельно, нести непосредственную ответственность? То есть будут ли они вместе с Путиным сегодня, должны ли они вместе с Путиным предстать на суде в Гааге, например? Должны ли, должно ли в отношении них применяться все то, что будет применяться к непосредственным военным преступникам? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Ну, и вот просто так, знаете, нагло, типа, сказать, это вообще там не мои проблемы и так далее, это тоже неправильно. Какая-то символика здесь должна присутствовать. Субтитры подогнал «Симон»